Цифровые технологии плотно вошли в нашу жизнь. А вместе с ними не только удобства, но и страхи. Уже сейчас операции проводят с помощью суперроботов, а люди ходят с крошечными кардиостимуляторами. И это хорошо. Но есть разговоры и о наночипах для внедрения в мозг, например. И это уже не у всех вызывает радость. Мы вышли на улицу города узнать, верят ли новые рингойцы в чипирование и не боятся ли, что высокие технологии могут лишить их работы. В чипировании? Ну, все может быть. Только не в таком плане, чтобы управлять, а иметь данные персональные, например. Это может быть запросто. Могут чипировать человека? Могут. Наверное, могут. Возможно. А вы не боитесь, что робот наша работа во всей земле? Ну, могут. Может быть, в будущем. А что делать? Нельзя, не знаю. Мир движется вперед, девушка, поэтому все вместе, как говорится, в одном вагоне мчимся. Неизвестно, куда только примчимся. Но время покажет. Да, мне кажется, возможно. Нас, по-моему, этим сейчас и пытаются всем чипернуть. Можно человеку вживить какой-то чип и как-то повлиять на его поведение. Вполне реально. Все эти технологии цифровые, которые сейчас все больше и больше в нашу жизнь приходят, это хорошо или плохо, которые берут на себя часть нашей жизни и работы. Все имеет и положительное, и отрицательное, поэтому не могу точно сказать. То есть и хорошо, и плохо. Теоретически в будущем возможно, но нанотехнологии не дошли до такого прогресса. Не боитесь, что работу все заберут, но в негде работают? Нет, всегда работа найдется. За техническим процессом нужно следить, за электрическим процессом тоже нужно следить, потому что они питаются от электричества. Так что работа всегда будет. Я вам честно скажу, вот вы только не вырезайте. На самом деле это очень плохо. Почему? Почему? Ну, тотальный контроль.